Шахматная партия это не только творческий, но и всегда соревновательный процесс. В многовековой истории шахмат изменялись правила игры, различные формы приобретали шахматные фигуры. Но всегда во главу угла ставился вопрос, кто сильнее. В нашем районе проводится Всероссийский фестиваль по шахматам «Славянская ладья» уже в 19-й раз. Как мерились силой ума в этот раз, смотрите в следующем материале выпуска. На Всероссийский фестиваль в Славянск-на-Кубани шахматисты приезжают со всей России. Удивляет возрастная категория участников. В этом году самому юному игроку в шахматы всего 6 лет. Я хочу заниматься шахматами, потому что я хочу папу и Романа Анатольевича побежать, чтобы медали получать. Несмотря на то, что Максиму всего 6 лет и играет в шахматы, он не так давно уже завоевал золотую медаль в районном турнире по шахматам. И это не случайно. Ведь в этой игре случайностей не бывает. Здесь каждый шаг должен быть продуман. В этом году в фестивале приняли участие 60 шахматистов. Среди них как профессиональные, так и начинающие игроки. Я думаю, что этот турнир очень хороший урок для наших молодежи, для наших славянских шахматистов, которые в нем традиционно участвуют, повышают свое шахматное мастерство. И могут в дальнейшем участвовать на более высоком уровне. Это очень серьезный экзамен. Перед нашим дальнейшим соревнованием, которое в ближайшее время будет проводиться в Анапе, этап Кубка России среди детей. И вот наши дети здесь получают как раз именно тренировочную тренировку для того, чтобы показать более высокий результат. Пожалуй, один из самых опытных среди участников – Михаил Кличев. За его спиной 30-летний опыт игры в шахматы. Когда Михаил только начал увлекаться этой игрой, он был воспитанником детской юношеской спортивной школы «Белая ладья». Я вот как-то пришел сюда в клуб, Александр Владимирович Каракай тогда был, и директором, и тренером моим. Ну, потом я у Черенкова Владимира Ильича занимался, и дальше у Ерошика Владимира Григорьевича занимался. После чего я поступил в Москву, в Академию физической культуры на шахматную специализацию. Ну, а дальше так получилось, что как бы там и остался. Ну, в смысле, в Московской области сейчас проживаю в данный момент. Ну, не забываю, приезжаю сюда к маме, ну, как бы отдыхать и захожу тут на мероприятие, в данном случае играю в турнире. Михаил Кличев является международным арбитром, судьей республиканской категории, имеет категорию «Мастер Фиде». Таких успехов ему удалось добиться благодаря определенным качествам в характере, которые так необходимы в шахматной игре. Для спортсмена и для шахматиста, естественно, что это спортивные черты характера. То есть, конечно, это желание, то есть, ну, нужно проникнуться, да, самой игрой. Вот, ну, а дальше, когда вот игра уже полюбилась, пришла, пришлась к сердцу, скажем так, то, конечно, дальше уже нужно над собой работать, потому что, конечно, имеет, ну, важное значение, ну, способности или талант. Ну, в той или иной степени, в любом случае, это можно развивать, там, особенно, там, до первого, до кандидата, то есть, там, ну, до второго разряда уж, наверное, практически любой может, кто более-менее захочет этим заниматься. Фестиваль будет проходить до 17 августа. По итогам будут определены победители в каждой возрастной группе. Шахматы по-прежнему пользуются популярностью среди детей и взрослых, а значит, этот вид спорта никогда не потеряет свою актуальность. Тина Кабачевская, Игорь Ванчуков, программа События.